Частные камеры на дорогах могут стать государственными. О возвращении контролирующих функций в ГИБДД заговорили на федеральном уровне. Что изменит нововведение, уже высказались эксперты. Сюжет далее. Вот сюда был удар камнем, отлетел камень на крышу. Николай, оператор камеры фиксации нарушений, рассказывает, после очередной рабочей смены ему пришлось ремонтировать машину. Его закидали камнями. Сам только чудом не пострадал. Согласился поговорить, не показывая лица. Конечно, боюсь. Всяких много. Сейчас контроль скорости на дорогах осуществляют частные фирмы. О том, сколько они зарабатывают, посчитал портал Е1. Получилось, что до областного бюджета доходит лишь 23% от штрафов с частных камер на трассах. В правительстве страны задумались сейчас над тем, чтобы вернуть функцию государству. На тему высказался зампредседателя правительства Максим Акимов в интервью РБК. Сейчас камеры – это средство коммерциализации, а камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят. Мы подменяем главный мотив – добиваться, чтобы на этом участке, дороге, где установлена камера, никто не нарушал. А сейчас мотив – добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом. Многие водители против камер фиксации. Вот видео из Ельца автолюбитель разбивает нестационарную камеру. А вот ролик из Читы. Там водитель тоже поддался эмоциям. Достается и операторам. Это нападение на одного из них в Брянске. Усмирить агрессивных нарушителей можно, если отдать видеоконтроль на трассах государственным структурам, считают автоэксперты. Не должны быть частные лица к этому причастны, потому что может быть определенная заинтересованность. Либо финансовая, либо какая-то конкурентная, либо еще какая-то. То есть на государственном уровне должны решаться вопросы уголовные и административные. Не в наживе дела, а в дисциплине, говорят владельцы камер. Например, на этом участке Московского тракта из четырех в тысяч водителей превышает скорость только каждый сотый. Среди них те, кто штрафов не получит из-за грязных номеров. Да и водители друг друга предупреждают о том, что стоит тренога. Раньше было тут больше штрафов, сейчас меньше. Водители, зная, притормаживают, спокойно ездят. Тут уже не было аварии, сколько уже месяцев по последним срокам. Передавать функции видеофиксации на трассах от частных фирм государства планируют постепенно, в течение пяти лет. Правда, если это одобрят в правительстве и Госдуме. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Руслан Каскаров. Новости Первоуральск.